Добрый вечер, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Давайте проверим качество трансляции. Если меня хорошо видно и слышно, тогда поставьте, пожалуйста, в общий чат плюс, если связь есть, если звук и качество видео соответствуют действительности, если вы меня хорошо видите и слышите. Добрый вечер, уважаемые трейдеры и клиенты. Ну и, соответственно, попытаемся в очередной раз предложить какие-то актуальные и более свежие торговые идеи на предстоящую торговую неделю. На данный момент, в принципе, такого материала достаточно много, есть о чем поговорить, поэтому давайте начнем постепенно. Но для того, чтобы начать наш сегодняшний вебинар, мне необходимо получить от вас обратную связь. Поэтому в общий чат прошу всех поставить единицу либо плюс, если вы меня хорошо видите и слышите. Отлично. Давайте тогда традиционно начнем с вами с вводной либо теоретической части, как хотите, можно ее называть. Соответственно, перед тем, как мы запустим презентацию, хочу вам напомнить, что в рамках компании Amarket существует специальный телеграм-канал, посвященный как раз рынку криптовалюты, где на ежедневной основе наши трейдеры и аналитики делятся с вами самыми актуальными точками входа на рынке криптовалют. Поэтому всем обязательно рекомендую к данному каналу присоединиться. Там также есть общий чат, где вы можете общаться с трейдерами компании, плюс ко всему обсуждать с остальными участниками данного чата непосредственно всю ситуацию, происходящую на рынке криптовалют, задавать все интересующие вас вопросы. Уверен, для вас это будет максимально полезным. Если вы имеете желание зарабатывать на рынке криптовалют, тогда вам рекомендую обязательно на этот канал подписаться. Итак, давайте тогда перейдем к нашей теоретической части. Так как наш вебинар регулярно посещают как начинающие трейдеры, так и уже трейдеры с опытом, есть всегда необходимость напоминать о том, что такое криптовалюта, потому что у нее есть некоторая особенность по сравнению с привычными нам с вами биржевыми инструментами, акции или валюта. Есть некоторые особенности, которые отличают рынок криптовалют от других инструментов. Об этом обязательно нужно сказать. Первое. Криптовалюта – это актив, который является полностью цифровым или виртуальным, к которому нельзя прикоснуться, либо положить приученный нам в своем кошелек. Об этом, я думаю, и так все прекрасно знают, то, что криптовалюты являются полностью цифровыми активами, и подержать в руках мы их с вами, к сожалению, не можем. Самая популярная криптовалюта – это биткоин. Появилась она примерно в 2008 году. Основателем ее, опять же, по информации является Сатоши Накамото. На 100% никто не может быть уверен, что именно он является создателем криптовалюты биткоин, но, тем не менее, многие приписывают именно ему данное событие, поэтому будем считать именно таким. Это именно так. Главное преимущество – это принцип анонимности при расчетах. Опять же, по сравнению с транзакциями, которые проходят между банками, где, в принципе, видно все, то есть вся транзакция полностью прозрачная, то есть здесь существует принцип анонимности, который существенно отключает криптовалюту от других финансовых программ. Новые биткоины появляются в качестве вознаграждения за обработку транзакции и решение задачи при помощи компьютера, то есть так называемые майнеры, которые ежедневно по практической основе добывают криптовалюту, как раз обрабатывают транзакции, помогают делать интернет, и за счет этого в качестве вознаграждения получают новую криптовалюту. Количество биткоинов заранее известно ограничено, думаю, здесь ничего пояснять не нужно, так как добыча идет как раз с помощью обработки транзакций, естественно, они появляются только в качестве вознаграждения. Где можно хранить биткоины? Хранятся они на специальных биткоин-кошельках в сети интернет, некоторые из них представлены как раз на слайде, вы можете с ними ознакомиться, возможно, некоторые есть уже и у вас. Также их можно хранить на жестком диске компьютера и на мобильном устройстве, что делает биткоин очень гибким инструментом, и им можно управлять практически с любого гаджета. Почему курс биткоина или других альткоинов будет расти дальше? Во-первых, технология, на которой многие альткоины или сам биткоин построены, технология блокчейна, она, естественно, является очень инновационной, современной технологией. Естественно, это провоцирует многих трейдеров и инвесторов вкладываться в данные активы. За счет этого курс, естественно, на данный момент держится на очень высоких значениях. Также большие деньги официально могут работать с криптовалютой, то есть на данный момент с помощью производных инструментов, а именно фьючерсов на нескольких биржах в Соединенных Штатах Америки, многие институциональные инвесторы получили возможность работать с криптовалютой. Психология, безусловно, помогает рынку, так как о криптовалюте еще не все знают, но многие узнают, и узнают с каждым днем все больше и больше людей. Естественно, у каждого появляется желание его купить. Экспримент новый, инструмент доселе неизвестный, и так как о нем очень много ходит слухов, тем более, я думаю, многие из вас знают, насколько сильно биткоин вырос в 2017 году, естественно, хочется тоже на этом заработать. Поэтому психология этому, безусловно, способствует. То есть очень много ярких моментов, которые действительно могут повлиять на курс криптовалюты, до сих пор влияют, за счет этого она удерживается на достаточно высоких значениях по отношению к другим финансовым. И на данном слайде вы видите информацию о том, каким образом, то есть с помощью каких площадок вы можете начать торговлю на криптовалюте. Это можно сделать на бирже, либо можно начать торговлю через брокера. И на слайде как раз представлены основные отличия между биржами и брокерами. То есть биржи, мы с вами знаем, что они появились сравнительно недавно, и даже до сих пор открываются новые и новые площадки для торговли криптовалютой. Естественно, так как появились они недавно, и мы с вами не знаем, с какой целью они вообще затевались. Естественно, уверенности в них никакой нет. То есть нужно подходить всегда с очень высокой осторожностью в торговле через криптобиржи. Нет никакого там регулирования, то есть ваши деньги никем и ничем не застрахованы. Неудобный ввод и вывод. Верификации могут проходить месяцами. Ввод и вывод может занимать также такие же третий и сроки. Ну и, соответственно, неудобный функционал для торговли. Платформы, они, скажем так, в основном там представлены для более продвинутых трейдеров, которые как минимум имели какой-либо опыт торговли на другие финансовые площадки. Что касается брокерской компании, здесь все довольно-таки прозрачно. Во-первых, это наличие офисов, где вы можете прийти, познакомиться с персоналом компании, обсудить актуальные темы. Понятно, что это действительно работающая организация, которая не собирается никого обманывать. Естественно, также она предлагает вам защиту определенных своих финансовых средств, огромное количество способов выполнения и снятия, которые работают практически моментально. Ну и удобная платформа MetaTrader 4, через которую как раз я в том числе работаю на рынке криптовалют, которая создана практически для любого пользователя, как для начинающего, так и уже для опыта. Ну и срок работы компании говорит сам за себя, если компания уже более 10 лет на рынке. Она является финансово устойчивой, и естественно, в данном случае за сохранность своих денежных средств переживать уже и вам не придется. Это такие наиболее яркие отличия между площадками. Естественно, выбор всегда остается за вами, но есть, конечно, огромное преимущество именно у брокеров, как мне кажется, по сравнению с криптобиржами. Опять же, один из самых, наверное, главных плюсов – это то, что вы имеете возможность зарабатывать не только на росте криптовалюты, но и на падении. Опять же, в условиях текущего рынка, когда мы не видим таких молниеносных движений, которые были в 2017 году, это, естественно, актуально. И даже на падение в 1000 долларов, допустим, курса биткоина, вы всегда можете извлечь прибыль, и она будет довольно-таки существенной. Поэтому это вам, скажем так, определенные… для вас это будет определенным плюсом, да, определенным подспорьем для того, чтобы комфортно работать на данном рынке. Итак, если на данный момент у кого-то есть вопросы, касающиеся рынка криптовалют, либо той информации, которая была озвучена мною ранее, задавайте, пожалуйста, в общий чат. На данный момент я предлагаю перейти уже в торговый терминал для того, чтобы мы с вами смогли уже посмотреть, что произошло за несколько минувших недель, пока мы с вами не виделись, и обсудить непосредственно основные тенденции на рынке, посмотреть, как отработались те идеи, которые мы давали еще в прошлом вебинаре. Итак, если вы сейчас на своих экранах видите окно моего торгового терминала, тогда прошу вас также в общем чате поставить плюс, либо единицу, для того, чтобы мы с вами могли перейти к техническому анализу и смогли, собственно, начать определять основные тенденции рынка на ближайшую торговую неделю. Есть, терминал виден. Давайте несколько слов скажем про новости, которые были на рынке криптовалют. На самом деле позитива стало гораздо-гораздо больше, чем несколько месяцев назад, когда мы с вами встречались и смотрели на то, как рынок падает, тогда в основном все новости были связаны с определенным негативом. Многие страны начали запрещать торговлю криптовалютами, если не запрещать, то старались максимально возможным образом ее усложнить. Этот принцип анонимности, опять же, за счет которого многие инвесторы пришли на данный рынок, пытаются сломать, но курс биткоина устоял, да и многих криптовалют других. Соответственно, сейчас мы получаем больше позитива, уже больше позитивной аналитики. Многие известные трейдеры, спекулянты высказываются на тему того, насколько сильно может вырасти курс криптовалюты в текущем году. Соответственно, одна из, наверное, очень интересных новостей, за которой стоит понаблюдать уже в рамках предстоящей торговой недели, это то, что один из аналитиков и трейдеров с Wall Street, Том Ли, высказался на тему того, что после конференции под названием «Консенсус 2018» как раз ожидается достаточно серьезный ралли на рынке криптовалют. В прошлом году, как раз после данной конференции, мы получили достаточно серьезный индус подходящий. И в этом году конференция будет проходить в Нью-Йорке. Уже зарегистрировано порядка 7 тысяч участников на данную конференцию. И в целом, как раз именно по тезисам, которые будут звучать в рамках данной конференции, мы будем с вами определять дальнейшую динамику рынка криптовалют. Начало конференции будет уже на следующей неделе, если мне не изменяет память, около примерно 14 числа она начнется, как раз это будет понедельник. И мы получим свежие новости на рынок, что, естественно, должно сподвинуть курс к дальнейшему росту. По крайней мере, волатильность от данной конференции она на рынке в любом случае будет. И те тезисы, которые там будут высказаны, они, безусловно, повлияют на рынок криптовалют. Ну, вместе с этим два крупных инвестора, два богача, это Билл Гейтс и Уоррен Баффет, которые занимают лидирующие позиции в спуске Forbes, высказали все-таки больше негативную сторону по отношению к криптовалютам. Уоррен Баффет назвал биткоин, да, это обманные инвестиции, как он высказался, ну и вообще другие криптовалюты. А Билл Гейтс вообще сказал о том, что если бы он торговал на рынке криптовалют, он бы открывал все-таки больше короткие позиции, нежели чем длинные. То есть сферы у двух самых, наверное, знаменитых инвесторов в рынок криптовалют, к сожалению, нет. Но, несмотря на это, мы видим с вами, что каких-то серьезных, какого-то серьезного обвала на рынке не произошло. Дело в том, что эти инвесторы, они сами по себе на рынке криптовалют не торгуют. Да, у них есть огромный капитал, который они зарабатывали практически на протяжении всей своей жизни. И заработан он во многом не благодаря именно рынку криптовалют. Поэтому, конечно, к их мнению многие прислушиваются, но, тем не менее, какого-то серьезного негатива на рынок мы не получили. Поэтому корректировки наших планов серьезно не произошло. Вот. Давайте тогда перейдем уже на график, посмотрим, что у нас случилось за прошедшие торговые недели. Курс биткоина попытался протестировать отметку в 10 тысяч долларов за одну единицу. К сожалению, полноценного теста данного уровня не состоялось. Примерно остановка была на уровне 9 900. После чего началась стремительная коррекция. Но, опять же, серьезно эту коррекцию назвать сложно по сравнению с тем, что мы наблюдали ранее на графике, когда у нас были ярко выраженные медвежьи свечи, когда день закрывался падением чуть ли не в тысячу долларов. Сейчас мы такого не наблюдаем даже и в помине. Поэтому все наши идеи, которые мы строили еще в ходе прошлого вебинара, мы говорили о возможности дальнейшей коррекции примерно к уровню 8700-8500. В принципе, эта коррекция более-менее состоялась. Мы видим, что были протестированы отметки 8700-8800. после чего мы говорили о том, что курс криптовалюты биткоин может устремиться к отметке 10500-1000 долларов, даже 11500 долларов. Пока на данный момент мы все-таки еще, на мой взгляд, не достигли дна по биткоину. То есть 8500 тестирования данного уровня я бы не исключал. В ближайшее время если кто-то уже открыл длинные позиции по биткоину, тогда я рекомендую быть предельно аккуратными и, соответственно, не испугаться этого снижения, потому что оно также будет коррекционным. То есть по тренду вниз сейчас мы уже не видим. Из стадии падения мы однозначно вышли. Это можно даже посмотреть по классической технике. Можно построить трендовую линию. Сейчас сделаю ее более наглядной. Можно построить трендовую линию увидеть то, что практически мы вышли за канал снижения. Тем самым мы сейчас находимся в новой фазе тренда. Либо мы будем в ближайшее время торговаться в рамках бокового тренда. Примерно от уровня к уровню будем с вами ходить. Либо нас ожидает подъем достаточно серьезный. Как раз катализатором может выступить предстоящая конференция, которая начнет 14 мая. Напомним название Consensus 2018. Состоится она в городе Нью-Йорке. Поэтому как раз если все сложится позитивно, тогда я думаю курс биткоина сможет наконец-таки пробить отметку 10 тысяч долларов. И соответственно мы в ближайшее время сможем с вами увидеть уровни 10 с половиной тысяч долларов за одну единицу. Ну и соответственно 11 с половиной тысяч тоже в принципе недалеко находится. Как раз сейчас если мы с вами возьмем излюбленный новый инструмент линии Fibonacci мы как раз находимся точнее мы уже преодолели уровень коррекции в 23.6 и соответственно уже закрепились даже выше данного уровня. Мы видим что сейчас как раз мы торгуем себя плюс-минус на значении 9200 и в целом даже начало роста с текущих цен я исключать не могу. Ближайшая остановка нас может ожидать на уровне 11100 даже 11100 долларов за один биткоин. То есть в целом вот такую модель мы не исключаем. Вот такой вот рост до уровня 38.2 по линиям коррекции Fibonacci то есть отметка 11100 она вполне достижима но я часть позиции на покупку закрыл бы как раз на уровне 10.5 потому что этот уровень все-таки цена неоднократно уже тестировал давайте посмотрим с вами какая была реакция в истории мы видим с вами то что остановки на этом уровне происходили регулярно и поэтому часть позиции если вы уже находитесь в покупке часть позиции на этом уровне я рекомендую вам закрыть сам по крайней мере буду делать именно так биткоин я покупал еще недели назад на 8700 как планировал раньше как говорили мы про это на вебинаре который был еще несколько недель назад вот покупки я сделал небольшим объемом основной объем оставил все-таки на возможный тест уровня 8,5 если он состоится поэтому пока свою покупку удерживаю цели у меня 10,5 и 11 вот 11,500 это уже прямо самые сливки мне кажется будут для данной позиции вот возможно не дотянем возможно начнем коррекцию ранее а может быть ложным пробоем мы его пощупим но об этом пока не будем говорить давайте сначала дождемся все-таки повторного выхода за пределы уровня 9,5 тогда уже никаких препятствий на пути к уровню 10,500 либо 11,100 у нас не будет вот поэтому по биткоину настроение у нас бычее и соответственно покупки в данном случае в приоритете о продажах пока не вижу смысла говорить потому что продавать пока на мой взгляд в условиях текущего рынка не оправдана вот мы сейчас только-только начинаем переходить в новую фазу тренда тем более курс биткоина закрепился выше сотой скользящей средней то есть среднесрочный тренд у нас поменялся и либо мы начнем флотовать между уровнями там 10,500 или 11,500 и 9,500 либо нас ожидает стремительный рост а он подчеркиваю может быть стремительным опять же известный аналитик с фолл-стрит об этом сказал что турбулентность и волатильность на рынке как раз может вырасти по итогам данной конференции вот поэтому целимся на уровне 10,5 11,100 ближайшие цели которые можно рассматривать в качестве таргетов по открытым ранее покупкам которые мы еще обсуждали в ходе прошлого вебинара вот на всякий случай 8,500 держим в уме как уровень дополнительный для открытия сделок на покупку от этого уровня я уже буду заходить полным объемом и соответственно удерживать позиции согласно тем рекомендациям которые я дал ранее переходим к следующему инструменту это вторая по капитализации криптовалюты эфир соответственно здесь что мы с вами видим да также состоялся тест уровня давайте посмотрим точно по котировкам уровень 570 580 прошу прощения 580 уровень соответственно тестировали мы его после того как отбились от уровня 700 это еще было как раз в рамках прошлого вебинара и мы говорили о том что ложные пробои ниже этого уровня возможны после чего мы скорее всего возобновим восходящую тенденцию даже если кто помнит у нас примерно вот такие модели были нарисованы на графике в принципе они с успехом реализовались всех тех кто заходил в покупки по эфиру поздравляю с очередной прибыль на данный момент мы видим что цена криптомонеты эфир достигла максимального значения в текущем году не в текущем прошу прощения в рамках ближайших месяцев 18 прошу прощения 818 долларов за одну единицу 819 долларов за одну единицу мы успешно протестировали и как раз упали мы до уровня 700 уровень до которого мы держали наши предыдущие позиции что на данный момент мы с вами видим и что от чего отталкиваясь мы можем начать работу на данном инструменте во-первых давайте попробуем с вами как раз также с использованием линии коррекции кибонача посмотреть где у нас ближайшие важные уровни находятся на графике цены итак мы сейчас видим с вами что цена преодолела с успехом уровень 23.6 как раз от него мы практически покупали эфир и сейчас мы подошли к уровню 38.2 вообще с точки зрения технического анализа она как правило регулярно отрабатывает уровень 38.2 23.6 то есть корректировка может быть и может быть достаточно глубокой но этот сценарий все равно мы оставляем как альтернативный дело в том то что биткоин у нас является основным локомотивом для рынка и поэтому если курс биткоина начнет стремиться к уровням 10.5 и 11.100 как мы отметили чуть раньше то на мой взгляд эфир также потянется дальше вверх и на данный момент уже ближайшее сопротивление у нас для данного инструмента это уровень 860 долларов за одну единицу 860 следующий уже уровень можно взять 960 то есть вот эти два значения которые в принципе нужно держать в уме если вы уже вошли в покупки по эфиру либо удерживать ранее открытые позиции которые мы с вами рассматривали в ходе прошлых вебинаров что делаем сейчас давайте попробуем смотреть меньший график но очевидно на мой взгляд что все-таки коррекция может продолжиться по этому инструменту и опять же говорю так как эфир он более волатильный чем биткоин то есть мы если посмотрим с вами на график то эфир падает гораздо сильнее вот в плане объема графика чем биткоин может быть в денежном выражении это не столь значительные цифры но тем не менее по графику мы видим что эфир все-таки более волатильный вот поэтому вот такого сценария я бы не исключал вот именно такого сценария я исключать не буду вот то есть примерно вот такая картина может сложиться на рынке в ближайшее время я не буду удивляться если действительно эфир именно такой сценарий исполнит вот и на данный момент из своих покупок я уже вышел с успехом да как только мы достигли уровня 38.2 ну вообще мы отмечали уровень который я напомню который был в ходе прошлого вебинара 790 в принципе этот уровень мы с успехом протестировали на этом уровне можно было уже спокойно закрывать свои покупки и оставаться пока вне рынка сейчас этот уровень уже в особой роли не играет потому что следующим когда начнется следующая волна роста я уверен что она поднимется гораздо выше чем уровень 790 поэтому этот уровень мы сейчас убираем и покупать эфир я рекомендую после того как будет протестирован уровень выдавательности на графике сейчас выделим как раз сюда попадает высотая скользящая которая уже начинает переворачиваться и мы видим сейчас то что котировки эфира торгуются выше высотой скользящей средней что указывает на возможность среднесрочный восходящий тренд уровень 640 мы можем выделить как раз мы видим то что на истории цена его очень плотно тестировала и причем были такие очень серьезные ложные пробои этого уровня но дневные свечи все равно закреплялись гораздо выше вот поэтому этот уровень ну и даже видимо в ближайшее время далеко ходить не приходится мы видим что этот уровень не является действительно очень сильным для данной монеты поэтому 640 это первый уровень от которого стоит начинать покупать эфир раньше этого уровня покупок я пока не вижу на самом деле даже уровень 700 который здесь сейчас у нас является промежуточным уровнем он уже себя по сути исчерпал его уже несколько раз проторговали поэтому если начнется снижение к уровню 640 уже оттуда начинаем заходить в покупки с целью естественно как я озвучил ранее 860 да 860 следующая цель 960 то есть примерно вот такой сценарий мы с вами будем рассматривать по криптовалюте эфир тем более коррекция назревает пока движение практически без коррекции шло тем более если мы с вами перейдем на меньший тайм то мы видим то что мы практически уже выбиваемся за рамки восходящего ценового канала то есть в принципе как только мы его преодолеем будет достаточно серьезная коррекция вот как раз уровень 640 будет ближайшей поддержкой от которого уже можно будет заходить в рынок вот и целью как я уже отметил ранее будет отметка 860 для более консервативных трейдеров естественно можно подождать тест уровня 580 и уже только тогда начинать покупать даже 590 эта отметка будет хорошей точкой входа для покупки по инструменту эфир вот поэтому два сценария по негативному сценарию естественно пока не будем говорить коррекция у нас с вами назревает она возможно состоится но я не думаю то что мы провалимся ниже уровня 590 то есть это будет по крайней мере на мой взгляд не в рамках ближайшей торговой недели следующий инструмент эфир классик который успешно соответственно работает по тем уровням которые мы отмечаем уровень 1830 которые мы отмечали еще в ходе прошлых вебинаров и отмечали его неоднократно мы его преодолели протестировали можно было заходить в покупки но к сожалению какой-то серьезной динамики роста мы не увидели почему потому что утерлись в уровень 38.2 по иним коррекции фибоначи кстати обратите внимание успешно отработали коррекцию до уровня 25.6 поэтому сейчас в целом ничего не мешает развитие вот именно такой динамики то есть повторный ретест данного уровня закрытие дня выше уровня 18.30 и поход уже к 50 линии коррекции фибоначи это будет у нас уровень примерно 24.7 по инструменту эфир классик то есть в целом вот такой сценарий можно оставить как приоритетный тем более по биткоину эфиру мы отметили что коррекция все-таки может углубиться и как раз в данном варианте по эфир классик мы можем увидеть примерно такой сценарий вот возможно будут чуть ниже пробивать уровень но тем не менее на мой взгляд дни свечи все равно будут закрепляться выше уровня 16.80 который в целом является очень сильной поддержкой давайте посмотрим на историю мы видим что неоднократно инструмент останавливался возле данного уровня и вот к последней волне снижения как раз это уровень 23.6 по линиям коррекции поэтому от него мы можем получить новый импульс роста и в данном случае как я уже сказал ранее целью будет выступать отметка 24.70 по линиям коррекции по наче которую он построен плюс в истории мы можем его проверить давайте даже посмотрим он неоднократно у нас выступает в качестве как поддержки так и сопротивления для данного инструмента поэтому его будем оставлять как целевой итак следующий инструмент это инструмент Zcash появились некоторые новости негативные насчет самой системы блокчейна и в целом Zcash сейчас выглядит не лучшим образом он не подобает динамике рынка если многие инструменты обновили свои максимумы за ближайшие месяцы то Zcash у нас эти максимумы не обновил опять же об этом вы можете вы наверняка слышали если были на последнем вебинаре который был у нас несколько недель назад почему мы говорили о том что Zcash может не повторить той динамики которая будет по рынку во первых это не было закрепления выше 100 скользящей средней то есть тренд пока у нас еще не совсем поменялся почему я так говорю потому что вроде бы нисходящее движение мы преодолели да и вроде бы вот он уже первый импульс роста но пока я бы не стал серьезно заходить в этот инструмент опять же ввиду негативных новостей по рынку это первый момент второй момент это все-таки пока мы еще торгуемся под скользящей средней с периодом 100 что еще не указывает на начало восходящего тренда как только мы уже будем торговаться выше данного выше данного индикатора тогда уже можно будет заходить более серьезным объемом покупки пока сценарий какой мы можем с вами выделить я бы предложил вот такой вариант развития событий то есть это возможность тестирования уровня 225 с половиной примерно вот и от этого уровня можно будет небольшим объемом подчеркиваю небольшим объемом зайти в покупку опять же ввиду того если на рынке сложится именно положительная динамика если основные криптомонеты продолжат свой рост сикэш может вместе с ними попытаться что-то показать тоже положительное нам вот поэтому сейчас однозначно покупать этот инструмент я бы не стал продавать тоже не рекомендую по причине того что рынок в целом настроен позитивно и зикэш может тоже рано или поздно все-таки начать расти поэтому ну и покупать с рынка я бы не стал на самом деле то есть хороший уровень для покупки это как раз уровень 225 с половиной будет для инструмента зикэш давайте как раз посмотрим тоже по фибоначи какие у нас там уровни будут ну как раз 50 уровень линий коррекции фибоначи то есть на 50% от первого импульса мы можем скорректироваться можем даже и какие-то ложные пробои соответственно совершить но примерно от этого уровня уже можно будет начинать то есть но опять же обращаю внимание так как пока ярко выраженного восходящего тренда здесь не видно скорее всего может сложиться плаковик и пока остальные инструменты будут расти зикэш может находиться в некой стагнации да и трейфовать между несколькими уровнями поддержки и сопротивления вот поэтому если вы все-таки намерены купить данный инструмент тогда уровень 225 долларов за одну единицу будет хорошая поддержка от которой уже можно начинать покупать следующий инструмент это манера манера в принципе ничего серьезного не продемонстрировал была попытка пробиться дальше вверх но она к сожалению не увенчалась успехом на фоне общего негатива рынка который как раз был и благодаря заявлениям Билла Гейтса и Уоррена Баффета инструмент манера начал серьезно корректировать опять же коррекция у нас произошла не столь глубокая сейчас я попробую перестроить бонача для того чтобы показать нам ближайшие уровни которые нас могут ожидать в плане сопротивления мы видим мы видим с вами то что по данному инструменту если построить его от импульсной волны снижения до начала коррекции мы видим то что во первых мы не обновили минимум годовой что уже является для нас позитивом неким потому что согласно волновой теории это может быть первая волна роста и сейчас у нас после второй волны коррекции может начаться третья волна которая как минимум пробьет последний хай этого года тем более мы сейчас как раз отработали уровень 38,2 мы видим то что бонача работает просто прекрасно на криптовалюте даже несмотря на то что она в целом так давно на рынке и там у многих есть определенный скепсис относительно того что технический анализ на рынке криптовалют неприменим все-таки мы видим то что кибонача здесь работает телеграмно и уровни отрабатываются вот сейчас мы видим какую ситуацию во-первых мы вновь ушли ниже скользящей средней с периодом 100 но здесь на нее я бы не стал обращать такое серьезное внимание потому что последние дни торговли они были ну то есть инструмент практически в быковике торговался сейчас мы примерно продолжаем это делать вот что касаемо того что мы с этим инструментом будем делать дальше ну во-первых мы видим то что мы все-таки пытаемся закрепиться над уровнем 23.6 этот уровень соответствует отметке примерно 220 долларов за одну единицу манера и в данном случае мы можем вполне свободно начать расти примерно даже с текущих цен то есть вот такого сценария я исключать не могу но заходить покупки вот прям с текущих уровней с учетом опять же того что по другим инструментам намечается коррекция я бы не стал вот хорошим уровнем для покупки инструмента манера я бы выделил уровень 200 долларов за одну единицу мы видим то что даже чуть ниже может пара снизится там около 197 мы можем увидеть такое значение потому что этот уровень очень хорошо отрабатывается на истории ну и в целом если коррекция рынка продолжится то как раз и по манеру мы увидим коррекцию дальше поэтому оставляем вот такие вот сценарии развития событий опять же по нисходящему тренду ничего не могу сказать опять же с учетом того что в целом на рынке преобладает больше позитивное настроение поэтому стараемся больше покупать и соответственно цели у нас с вами ближайшие это повторный тест уровня 268 ну и следующая отметка которая мы можем увидеть это уровень 50 по линиям коррекции фигмоначо он как раз соответствует достаточно сильному сопротивлению этого сопротивления на уровне 310 долларов за одну единицу манера поэтому этот уровень мы можем ставить как уровень для наших дальнейших целей по покупке данного инструмента следующий инструмент это лайткоин здесь у нас давайте мы немножко освободим график для того чтобы было более наглядно видно здесь мы рассматривали тоже похожий сценарий как и по другим криптовалютам то есть это продолжение коррекции затем обновление максимума оно с успехом состоялось то есть лайткоин повторил динамику основных мажоров скажем так данного рынка то есть это биткоин эфир мы видим то что было обновление максимума немножко не дотянули до уровня сопротивления к сожалению 180 уровень мы о нем говорили специально его с графикой не удалял но уверен что этот уровень еще мы обязательно протестируем вот на данный момент что мы можем с вами выделить давайте во-первых попробуем построить фибоначи посмотрим что нам показывают данные уровни ну мы видим то что по фибоначи мы только-только начинаем входить в фазу коррекции да и собственно даже не дотянули до уровня 38.2 поэтому видимо обвал произошел чуть раньше на фоне там может быть каких-то локальных негативных новостей сейчас там удаваться подробностей мы не будем вот поэтому какой сценарий можно рассмотреть по лайткоинам ну во-первых это тест уровня 120 и от него уже заходим в покупки цель прежняя 180 долларов за одну линейку то есть в целом как бы этот сценарий мы можем рассмотреть как основной можно даже будет их подержать до уровня 38.2 по линиям коррекции фибоначи мы видим то что он совпадает с достаточно сильным уровнем в истории да этот уровень практически 200 долларов за одну единицу то есть до этого уровня от уровня 120 можно будет покупать и соответственно удерживать свои покупки до тех значений которые там уже можно будет фиксировать прибыль ну и соответственно подождать новых импульсов от рынка тем более если мы перейдем на более мелкий график видим то что в принципе такая коррекция возможна по опять же фибоначи если мы посмотрим то здесь мы сейчас торгуемся на уровне 38.2 на уровне 120 это будет уровень примерно 61.8 то есть самая глубокая коррекция которая может произойти если она произойдет можем немного не дотянуть до на 125 остановиться но тем не менее примерно в этой области уже стоит покупать вместе со всеми вместе с остальными если негатива серьезного не будет на рынке тогда лайткоин я думаю также продолжит свой рост и в данном случае первая цель это у нас уровень 180 следующая цель это уровень 200 следующая монета это дашкоин напомню то что так же как и по зикэш мы говорили о том что покупки дашкоина если они вообще уместны то нужно производить самым минимальным объемом потому что пара еще не вышла за пределы сотой скользящей средней в принципе мы это и получили никакого роста практически не было попытались приблизиться к максимальным значениям прошлой недели но к сожалению ничего у этого инструмента не получилось и упали на очередной уровень поддержки который мы строили еще в ходе прошлых вебинаров это уровень 400 собственно от него мы видим сейчас был ложный пробой и от него уже начинается рост в целом все те кто успел зайти вот этого уровня я к сожалению это сделать не успел потому что вошел в другие монеты и в принципе там чуть больше объема поставил в покупках поэтому на этот инструмент просто не хватило объема в депозите и соответственно в него входить уже не стал с более уверенности пока у меня в нем сильно нет и в данном случае сценарий какой нас может с вами ожидать ну это тестирование уровня 500 10 уровень ближайшего сопротивления от которого мы начали отбиваться вот в случае пробоя этого уровня вот именно здесь я бы как раз начал входить в покупки давайте мы опять ситуацию посмотрим какая у нас складывается да примерно как раз при пробое данного уровня мы уже можем говорить о том то что инструмент может начать расти во первых мы в данном случае будем торговаться выше 100 скользящей средней что будет указывать на смену среднесрочной тенденции да и мы можем действительно уже тогда более уверенно его покупать во вторых в уровне 510 действительно очень ключевой потому что мы видим в истории он неоднократно был протестирован поэтому я бы наверное входил в покупку только при пробое данного уровня повторного ретеста после допустим достижения уровня 23.6 по фибоначи это будет отметка примерно 550 и уже отсюда как раз я бы покупал с целью 720 долларов за одну единицу вот примерно такой сценарий который меня бы выстраивал для того чтобы войти в этот инструмент я вот сейчас подробно нарисовал на графике и считаю его наиболее перспективным потому что сейчас покупать опять же в условиях того что по другим инструментам может продолжиться коррекция я бы не стал то есть вполне вероятно что мы можем даже свалиться и ниже до уровня 360 который мы тоже отмечали вот и только оттуда уже начать расти но если этого все-таки не произойдет так же этот сценарий вам отмечен на графике чтобы можно было наглядно его увидеть то есть примерно вот такие вот сценарии нас могут ожидать дальнейшее снижение потом только рост либо если мы все-таки там на каких-то локальных новостях связанных только с дошкольным вырастем тогда после пробития уровня и закрепления выше уровня 510 тогда уже можно будет покупать цель в данном случае будет примерно такой сценарий оставляем на данном инструменте следующий на очереди у нас ripple здесь у нас началась такая задержанная консолидация по сути ни вверх ни вниз мы не ходим должным образом тем более с учетом того что инструмент строит достаточно дешево серьезные прибыли это не приносит мы видим то что пока мы дрейфуем между локальными уровнями поддержки и сопротивления отмечать мы их не будем потому что не имеет никакого смысла работать внутри данного диапазона я считаю то что этот инструмент нужно покупать на долгосрок потому что по сравнению с биткоином в прошлом году он даже больше в процентах вырос поэтому эта инвестиция должна быть выгодной а не торговля внутри вот соответственно сейчас мы бьем в очередной раз скользящую среднюю с периодом 100 что в принципе указывает на возможность развития бокового тренда потому что пока мы не видим что инструмент торгуется выше и ярко выраженно выше торгуется данный скользящий средний поэтому скорее всего нас ожидает дальнейший флэт с учетом возможной коррекции по другим инструментам я не исключаю падение до уровня 67 центов за одну единицу даже падение до уровня 55 центов за одну единицу откуда уже можно покупать данный инструмент и в данном случае давайте попробуем с вами определить те уровни на которых нам с вами стоит фиксировать прибыль по данному инструменту это будет уровень 23.6 по линиям коррекции фибоначчи спадает как раз он с уровнем в истории это уровень 16 1 доллар прошу прощения 16 центов то есть примерно до этого уровня у нас возможны покупки и соответственно открывать мы их можем только не раньше уровня 67 центов то есть примерно вот такой сценарий он как раз совпадает с теми сценариями которые мы наметили по многим другим инструментам так как они в основном друг друга повторяют поэтому по ripple я думаю то что никаких существенных изменений не будет поэтому готовимся покупать сейчас пока на мой взгляд брать рано если конечно вы не покупаете его за срок потому что цены очень низкие очень выгодные естественно можно и купить если вы спекулянт и для вас важно важен каждый цен каждый пункт тогда лучше подождать не торопиться и начать закупки от уровня 67 и последний на очереди у нас биткоин кэш биткоин кэш у нас в принципе опять же реализовал те идеи о которых мы говорили еще в ходе прошлого вебинара давайте сейчас также баначи попробуем построить вот итак биткоин кэш у нас ушел в коррекцию да вот мы примерно здесь находились когда у нас был последний вебинар я говорил о том то что мы можем дальше продолжить коррекцию после чего скорее всего обновим максимум ну я думаю кто был на прошлом вебинаре примерно вот такого сценария и помню в принципе он с успехом реализовался да сейчас я выберу эти лишние линии на графике мы сейчас ударились в уровень 38.2 по линиям коррекции фибоначчи соответственно наша цель по снижению должна быть уровень 23.6 поэтому скорее всего мы упадем именно туда может быть это будет не так ярко выражено может быть это будет в моменте создано да то есть будет какой-то прокол уровня полторы тысячи после чего инструмент уже начнет продвигаться дальше но я буду покупать именно от уровня 23.6 с целью уже 50 уровень не коррекции фибоначчи видим то что он совпадает с уровнем в истории да это отметка примерно 2200 долларов за одну единицу ну вот кто еще до сих пор удерживает покупки ну делайте все равно с осторожностью старайтесь чаще контролировать потому что коррекция может продолжиться может быть чуть серьезнее чем есть сейчас а пони опять же коррекции всех остальных инструментов то есть это мы допускаем и такой сценарий я исключать не могу если у вас уже есть покупки тогда естественно держать их стоит до уровня 2200 долларов соответственно можно вот такой вот также сценарий рассмотреть когда мы пробьем уровень 38.2 и закрепимся выше тогда можно будет свои покупки нарастить и до уровня 2200 долларов мы можем их удерживать соответственно опять же вот этот уровень давайте мы его отметим на котором была последняя остановка 1830 долларов за одну единицу то есть если сейчас коррекция не продолжится и курс биткоин кэш начнет расти вопреки может быть либо вопреки либо вместе с другими криптовалютами тогда после пробития уровня 1830 долларов за одну единицу после его ретеста мы входим и соответственно цель 2200 долларов за одну единицу то есть примерно вот такие варианты которые мы будем рассматривать вниз естественно пока ничего не создано чтобы сходить поэтому слишком глубоко и не вот поэтому уровень там 930 не в рамках ближайшей торговой недели я думаю если только конечно сильного негатива на рынке не будет надеюсь конференция которая начнется уже на следующей неделе нас порадует и порадует приятными новостями которые естественно помогут рынку подняться еще и дальше вот поэтому биткоин кэш идеи такие то есть мы сейчас торгуемся выше уровня полторы тысячи а уровень достаточно сильный мы его отмечали это было нашу целью по покупкам предыдущим вот мы его пропили протестировали следующую цель сейчас от нее откорректировались так как по фибоначи возможно коррекция до уровня 23.6 и практически там 80% получив она как правило и бывает поэтому я этого сценария исключать не буду покупать буду здесь либо второй вариант буду покупать тогда когда цена преодолеет уровень 1800 туда зайду и уже цель 2230 долларов за одну единицу это будет хороший в принципе объем кулку да и ну и соответственно буду заходить уже более личным примерно такие идеи у нас на ближайшую торговую неделю сейчас я остановлю демонстрацию экрана давайте мы попробуем с вами презентацию итак давайте посмотрим какие вопросы у вас появились если они есть прошу их задавать в общий чат так ну теперь растем да сейчас все-таки и фундаментальный и технический анализ указывает на то что после возможной коррекции да курс многих криптовалют начнет дальше расти поэтому в принципе мы можем с вами сейчас да думать над тем чтобы активно закупать криптовалюту и ожидать дальнейшего роста не совсем понял ваш вопрос по поводу технического анализа видимо вопрос был вот если конкретизируете тогда уже ответить в принципе если вопросов по технике у нас не появилось тогда напоминаю еще раз о том что у нас есть специальная группа в телеграме где вы можете как раз смотреть за торговыми идеями наших трейдеров там они публикуются как среднесрочные так и внутри дня поэтому для каждого трейдера на мой взгляд эта группа будет очень полезной обязательно присоединяйтесь ссылка есть в самом начале чата думаю появится вскоре и сейчас вот записи наших вебинаров вы можете смотреть на канале youtube аммаркетс там они регулярно выкладываются поступают они туда очень быстро то есть уже завтра скорее всего записи сегодняшнего вебинара вы можете там увидеть поэтому для тех кто будет руководствоваться теми уровнями которые я сегодня озвучил естественно можете записи для себя дополнительно посмотреть а если смысл использовать боллинжера я честно говоря этот индикатор не использую потому что ну как бы там есть свои методы работы с этим индикатором вот я все-таки привержен больше классической техники да и работаю как раз инструментами Fibonacci и соответственно с уровнями которые себя хорошо отрабатывали на истории мы с вами уже на протяжении многих вебинаров отмечаем насколько сильно работает на рынке валют технический анализ можно даже практические новости не смотреть руководствуют только техникой но все-таки на новости обращать внимание стоит хотя бы быть в курсе того что происходит на рынке о чем говорят трейдеры какие тезисы и так далее вот поэтому это безусловно важно но не является ключевым параметром по крайней мере для меня при принятии торговых решений все-таки в 70% случаях я опираюсь именно больше на технический анализ и вы можете оценить качество торговых идей которые были ранее как раз с помощью записи на нашем канале в YouTube ну и соответственно качество торговых идей которые предоставляются в Telegram канале оно тоже очень высокое тоже было протестировано неоднократно многими трейдерами поэтому в принципе вы можете как раз в Telegram канале также для себя много полезной информации найти вот каждый трейдер на самом деле использует огромное количество инструментов для анализа да они все доступны как в рамках торговой платформы MD4 также есть и и посторонние площадки на которых можно использовать другие скажем так видеоанализы да другие инструменты для анализа рынка вот используют объемы и так далее но это тоже нужно уметь правильно интерпретировать объемы это очень сильный анализ но если вы правильно их понимаете если вы их не понимаете вообще для вас любой всплеск объема это сразу же какая-то возможность купить и покупая вы потом застреваете на самых хаях и сидите ждете пока курс обратно вернется к теми значениями от которых вы купите вот поэтому я как бы делаю больше такой комплексный анализ и за счет этого получается более-менее эффективная торговля вот если вопросов на данный момент больше не осталось тогда всем всех поздравляю с прошедшими уже праздниками праздниками поздравить не получилось всех прошедшими праздниками всем желаю удачной предстоящей торговой недели хорошего вечера всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...